Ильгиз Шейхудденов и его верная спутница Сабрина уже почти пять лет несут патрульно-постовую службу вместе. Все эти годы молодой кавалерист ухаживает за своей лошадкой, кормит овцом, балует сладостями и ласковым словом. За это Сабрина отплачивает своему хозяину верной службой. Я пришел сюда работать четыре года назад. Не объездил лошадей. С Сабриной работаем уже четыре года. Она меня не подводит. Ходим в патруль, сады, огороды, тропа здоровья зимой. В конюшне ППС сегодня живет 10 лошадей и два пони. Ежедневно за ними ухаживает конюх и сами кавалеристы. Эти четвероногие требуют к себе особого внимания. Каждый из них в сутки выпивает около двух ведер воды, съедает 10 килограмм сена и 20 овса. А еще они очень любят побаловаться морковкой и сахаром. Благодаря хорошему уходу и правильному питанию, кони никогда не подводят своих спутников и на службе. Ежедневно выходим на охрану общественного порядка. Службу несем парным постом. Два сотрудника, две лошади. В этом году у нас были очень хорошие задержания. Задержания с кражей цветных металлов, задержания с кражей труб, столбов в огородах, в садовых участках. Также были задержания с коноплей, с зеленой массой. Проходили по огородам, почувствовали специфичный запах. Зашли в садовый участок и обнаружили двоих молодых парней, у которых при себе находилась зеленая масса в виде конопли. Главной обязанностью полицейских кавалеристов и их четвероногих друзей является охрана общественного порядка. Там, где зачастую не проедет автомобиль, лошадь найдет дорогу. Поэтому с 7 утра до 4 часов дня в лесных массивах, садах, огородах и гаражных кооперативах можно встретить полицейского на коне. По словам сотрудников в погонах, лошадь – достаточно специфичный напарник. К ней нужен особый подход – ласка, любовь и доброта. Но если лошадь доверится своему хозяину, то это навсегда. Символом наступающего года станет лошадь. Астрологи утверждают, что в этом году трудолюбивых и выносливых ожидает успех. Поэтому необходимо настроиться на активную работу. Ксения Зайцева, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».